Мы из BBC. Вы впервые на границе? Нет, я здесь был в октябре. И вы были по всей границе? Или же вас пустили только на этот пропускной пункт? Это один из немногих, куда нам удается попадать время от времени. То есть существуют и другие пропускные пункты, на которые вы не можете попасть? Да, есть участок протяженностью 400 километров, который не под контролем правительства. Украинская сторона говорит, что продолжается ввоз оружия с российской территории. Отвечаю на этот наброс следующим образом. Есть представители ОБСЕ, они осуществляют верификацию и мониторинг. Мы этот вопрос контроля оружия не осуществляем. ОБСЕ мне только что сказали, что они не контролируют, у них нет доступа ко всей границе. Читайте документы, что обе мониторят и верифицируют только ОБСЕ. Вы можете осуществлять контроль по всей территории границы? Нам удалось добраться до некоторых пропускных пунктов, в том числе и до этого, где мы находимся сейчас. Но большей частью нам не удалось достичь тех 400 километров границы, которые не находятся под контролем правительства Украины. Нас туда не пустили. Если говорить о всем отрезке границы, которые... Я вам скажу, что у них нет доступа, вот я лично слышал впервые. Это вы первый раз не слышали до этого, что... Вообще не слышал. Я слышал, что... Он говорит, что никогда не слышал о том, что вас не пускают на границу. Наш отчет находится в открытом доступе, и мне нечего добавить. Если вы в отчетах публичных найдете ответ, куда не допустили миссию на границу... Ну, там написано, что не допускали. После этого мне можете позвонить, и я с этим вопросом разберусь. Я здесь нахожусь для того, чтобы работать, а не спорить с российским генералом. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что ОБСЕ неоднократно сообщало о том, что ее представители не допускали на склады ЛНР. И все эти ограничения, в том числе и ограничения на наше передвижение, ежедневно публикуются на нашем сайте. Продолжение следует...